Новость о замедлении инфляции в Соединенных Штатах, разумеется, главная тема недели. И кажется, что она будет формировать настроение и на следующую торговую пятидневку. Замедление инфляции в Соединенных Штатах ставит под сомнение намерение американского Центробанка поднять ставку еще дважды в течение года. Очень вероятно, что 26 июля ставку поднимут на 25 базисных пунктов, а вот в отношении дальнейших ужесточений очень маловероятно. И инвесторы всерьез предполагают, что если не в этом году, так в следующем уж точно, уровень процентных ставок в Европе будет выше, нежели чем в Соединенных Штатах. По крайней мере, инфляционная динамика в США указывает на подобную перспективу. И это для рынка несколько новая реальность, которая лишь способствует снижению спроса на доллар. И в подобной ситуации никакие макроэкономические данные никак не связаны напрямую с инфляцией. Мало кого интересует. По крайней мере, вчера уж точно. Однако чем дальше мы будем уходить от момента публикации данных по инфляции, тем меньше будет ее влияние. Тем более, что доллар явно перепродан. Так что хотя бы локальный отскок напрашивается сам собой. А учитывая, что сегодня макроэкономический календарь еще и совершенно пуст, то это отличная возможность для небольшой корректировки. Однако курс евро по отношению к доллару США укрепился примерно уже на 300 пунктов с начала торговой недели в ходе инерционного движения. Это значительное изменение цены за столь короткий период времени. И он указывает на перегрев длинных позиций на рынке. В данной ситуации логичным шагом стал бы откат вниз. Однако спекулятивный ажиотаж вполне может проигнорировать сигналы технического анализа. И в этом случае инерционный ход продолжит свое формирование вверх. И это приведет к еще более сильному перегреву длинных позиций по евро. Фунт стерлингов по отношению к доллару США также укрепился примерно на 350 пунктов с начала торговой недели. Это сильное ценовое изменение, которое привело к возникновению на рынке инерционно-спекулятивного движения. С точки зрения технического анализа возможно сокращение покупок из-за уже достаточной перекупленности фунта стерлингов, в результате этого на рынке может возникнуть откат вниз либо застой. Однако спекулянты имеют право игнорировать любые технические сигналы. Поэтому существует вероятность продолжения роста фунта стерлингов в сторону уровня 1,3300. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить развитием событий на финансовых рынках. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс и с вами была я Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok